здравствуйте друзья здравствуйте еще раз ну те кто не смотрят программы центра сам деть для них действительно здравствуйте с кем-то я уже встречался ну мы сегодня поговорим давно не делая обзоров и не только технических и технический трейдинг обзоров которые называются биржевые обзоры но и не только техническом трейдинге в таком варианте голосовом но друзья о чем идет речь первое ну общее такое так а потом будем переходить частному общее заключается в чем что мы идем в мир цифру то есть все очень убыстряется ускоряется невероятным образом соответственно как это должно происходить ну все мелькает эти цифры числа и поэтому это цифровой мерклиными словами все коды мгновенно считывание мгновенная информация мгновенные цены но я помню как это происходило где просто берешь и на упаковке стоит цена и ты берешь и человек вводит кассир там и когда я выбиваю час бах провел мгновенно это все происходит удобно правильно вот то же самое и происходит в мире людей три главных аспекта на которых надо обратить внимание это здоровье это отношения и это деньги это то что сегодня правит миром и по-другому пока нет то есть пока роботов у нас нету пока у нас живые люди и эти живые люди разумеется имеют и отношения имеют и здоровье должны иметь и ну понятно и деньги для того чтобы и то и то что у нас было иными словами поэтому сейчас скажем мы сегодня обратим внимание большей части на крипто рынок почему потому что крипто это название такое зашифрованный но речь идет о цифровых или токены которые просто из себя что-то представляют в принципе это интересная вещь потому что там нету никакого осязаемого материала скажем так то есть допустим мы приходим в какой-то казино и в этом казино у нас есть эти токены на которые мы играем каждый токен представляется один доллар пять долларов десять сто тысяч долларов допустим один токен разного цвета то есть не надо иметь в руках деньги вот взял один токен поставил например то же самое здесь происходит да все ускоряется все обыстряется и то что мы хотим получить она измеряется скажем наверно происходит товарообмен с помощью денег не надо никаких те выписывать проверять стоят аппараты какие-то да допустим правильно для того чтобы чек значит тех он должен пропустить через аппарат потом какая-то информация о том что у тебя это действительно твой счет и так далее и так далее то есть неудобно по карточке тоже надо сидеть и ждать вот сколько надо прийти сидеть что а здесь конкретные вещи причем гораздо более удобно они наверное происходят карточки это банки которые берут проценты за пользование этими карточками называется кредитные карточки но 9 карточки они попроще потому что идет счет снимается прямо со счета с вашего но тоже занимает время и не просто все так то есть надо даже хранить деньги где-то каких-то местах в данном случае деньги можно хранить своих личных виртуальных кошельках где опять же денег нету есть эквивалент этих денег которые мы ко всем привыкли к этим бумажкам а на самом деле как бы денег этих нету а есть просто ваши какие-то виртуальные деньги которые тоже самое они имеют точно такую же самую ценность просто намного все быстрее и прочее так вот что значит происходит на самом деле происходит вот что сейчас когда мы смотрим в это то ведь деньги это всего лишь один какой-то маленький опускал один из локомотивов который везет ну или три допустим три коня который тебя тянет повозку телегу три светлых коня ну как в этом фильме там который был когда-то вот три белых коня то есть еще раз здоровье отношения и деньги но мы должны куда-то придать вот этой с этой упряжкой на какую-то конечную станцию цифровую станцию поэтому в этом направлении есть потенциал и очень серьезно поскольку так или иначе нас туда тянут и мы туда должны прийти то есть два момента первый момент наше личное благосостояние второй момент для чего это есть по-другому быть не может как бы они не хотели но по-другому нельзя значит надо чтобы масса в это дело вовыклись поэтому на каком-то этапе эти массы будут зарабатывать скажем так у них есть возможность заработка у нас с вами есть такая возможность заработка вот но это не очевидно и поэтому по количеству людей присутствующих одно и видно что это не интересно непонятно как всегда вот допустим я вот беседу сейчас закончилась передача селена смирнова да вот она говорит мне пишет и спрашивает света что делать но заставляют делать определенную процедуру которую мы знаем какую процедуру а для чего под страхом увольнения что происходит а для чего это все происходит значит кто не хочет их уволит кто-то это кому будет от этого лучше то есть куда-то всех для чего-то это делается для нашего блага вряд ли никогда не делалось для нашего блага ну когда-то было но сегодня этого не делается то есть для чего-то пока чьей-то бывшей боли это происходит да то есть сопротивляется здесь нет смысла здесь надо просто понимать о чем идет речь и куда мы идем тогда легче бесполезно сопротивляться не поможет сопротивление просто так идти на закладе но это плыть по течению можно но проще помогать течению и плыть с удвоенной скоростью но как это мы пока не знаем о чем идет речь речь идет о том что на первом этапе нам дает возможность получать бенефит первый вариант нас увольняясь работы потому что мы не хотим а если мы сделаем это то вероятно то что потом нам будет тяжелее в другом плане никто этого не знает правильно если этого не знает предполагать только можно поэтому нам дается шанс какой шанс изменение наших мозгов и возможно изменение нашей профессии работе для чего мы работаем просто так боимся что нас уволят нет конечно для чего мы работаем чтобы деньги зарабатывать как по-другому расскажите вряд ли да эти деньги можно зарабатывать по-другому да я же не предлагаю комитетом воровать и так далее нет если кто-то зарабатывает почему мы тогда в этом не можем участвовать объяснить никто не скажешь и нельзя но ведь это же это что не кошерно как говорят глупости полнейшая глупость и а что все остальное нормально когда 90 процентов собирает работодатель а мы получаем 10 это нормально и мы считаем что-то создавая создаем материальные ценности нет опять не так значит тогда почему мы не участвую в этом процессе к вопрос вот для этого мы собрались два человека для того чтобы два человека хотеть хотят чего-то поменять и изменить пример да ну и наверно будет 3 4 ну и так далее вот моя задача объяснять а уж только захочет то придет если надо короче говоря поэтому мы это так сказать предисловие может быть я потом еще раз отвлекусь но пока вот такая вещь очень и неоднозначная но очень и очень привлекательная то есть это для каком плане для получения тех самых материальных благ которых всем нам понадобится очень и очень скоро элементарно просто потому что люди будут инакомыслящие и имеете ввиду инакомыслящие какие те которые не понимают кто мы есть и что мы из себя представляем о том что внутри у нас все-таки есть есть место где хранится наше естество наша душа да вот это и есть мы на самом деле обличие это время временное дело но для того чтобы эволюционировать нам нужны средства для того чтобы жить мирно жить там где нам хочется получать столько сколько мы хотим не мучиться в трафике и так далее и так далее и так далее то есть огромное огромное количество каких-то бенефитов которые мы можем получить приветствую еще двух человек которые тут нам подсидеть и того у нас уже пять растем короче говоря нам предлагают изменение своих применение своих мозгов желающих изменить вот есть разные формы есть форма образования которые тоже несколько вариантов образования индивидуальное групповое механическое я имею ввиду биржевые дела хотя это миниатюра маленькая часть еще раз общего направления которое называется познание себя это центр самодельца внутри материальных вот этих вот благ в которых каналы где мы сейчас находимся есть первое еще раз образование самый лучший вариант поскольку все мы учимся правильно если мы хотим учиться зарабатывать значит мы должны учиться если мы хотим зарабатывать учения мы должны учиться как это получать поэтому самая привлекательная самая ну основательная верная форма второй вариант тем не менее по разным причинам не имеет значения по каким причинам форма следующая мы можем куда-то инвестировать наше кровное накопленное и очень рекомендованная форма если нет формы обучения другой формы самой привлекательной мало ли по каким-то причинам но здесь соответственно лежит на каждом человеке я покажу сейчас о чем идет речь реальные вещи я показываю я не не их рисую они реальные вещи их можно посмотреть в реальном варианте вот сегодня я сделал просто для показаний потому что мне так захотелось но потенциал я просто показываю потенциал да Татьяна я вас благодарю за отзыв за ваш уже заработали да два раза вы даже не представляете какая вариант какие варианты заработка два и даже вы не представляете если бы написали двадцать раз вот больше больше поэтому еще раз повторяю нам пока дают такую возможность надо ей пока пользоваться все остальное вы не представляете то что мы и учимся учились и так далее это все временное явление мы переходим в такие формы которые мы даже не представляем что будет это сегодня нам так кажется но мы не имеем полной картины поэтому мы идем с каким-то одним направлением которое кто-то нам предлагает модное уже не модное это когда-то было модно быть знаете как в Соединенных Штатах все приехали туда 2000 год к примеру да и все резко стали программистами все начали учиться на программиста почему что программистам надо было по 2000 году полностью переработать систему нулей короче говоря поэтому начали учить всех программистов а причем программистами стали все маникюристы да маникюр почему что самая тоже востребованная специальность все стали beauty там технически называется вот то есть перехвалифицировались в управдом да вот маникюрующих программистов потом мода прошла обратно перепрофилироваться из программистов маникюристы вот ну или другие смежные специальности и так далее вот я как-то так получилось никуда не нет я был конечно программистом вообще так говоря поддался моде но я вычитал все время пути на котором я продолжаю стоять вот так сказать 27 лет это не моя профессия сегодня это не мое предназначение сегодня но это то в чем я очень даже хорошо разбираюсь поэтому мы с вами и беседуем в этом направлении давайте для начала я вам покажу потенциал который есть поскольку конечно болтовню как некоторые говорят сложно поэтому у меня много мониторов вот один из мониторов я хочу показать а потом я объясню о чем идет речь вот значит я сегодня сделал несколько вариантов портфолио да своих вот значит вот вариант портфолио вот на экране вы видите это видите 30 дней 30 дней за последние 30 дней вот это биткоин а вот это само портфолио которое резко уходит от биткоина да биткоин как показатель всего рынка к примеру да вот значит это за вчерашний день да или написано вчерашний день сегодня другие цифры но это на вчерашний день и заработан профит реальный профит который получен за 30 последних дней вот написано с какого числа 8 4 по 9 4 29 184 доллара 21 цент это реальный это не демо аккаунт это реальный счет это счет ну не мой это счет портфолио людей и так далее но это не имеет значения мой не мой это не имеет значения я просто говорю потенциал итак это график номер один дальше а вот график так это один а вот второй значит смотрите это кастомались с 21 июля почему 21 июля потому что 21 июля начался подъем на бирже я сейчас покажу график и мы все это дело увидим с 21 июля тот же самый счет но здесь уже стоит 37 700 37 с 21 июля а там было 4 августа помните да 37 или 29 8 тысяч так дальше следующее другое портфолио те же 21 июля почему 21 потому что здесь не было ничего видите он начался инвестмент только вот с 5 числа 4 5 числа начался за это время заработано ну тут денег просто мало поэтому на те вложенные деньги было заработано 10 тысяч долларов да 10 тысяч долларов с какого с 5 числа но дело не в этом это процент вот тут Таня пишет нам о том что 2 1112 1112 процента не 200 а 1112 процентов да вот на вчерашний день было 1000 а за месяц да меньше 10 тысяч следующее следующее портфолио следующее портфолио здесь заработано 19 тысяч 755 за 21 июля ну когда начнется подъем и наверное последнее ну это самое большое портфолио это портфолио ну серьезные тут возможности 36 тысяч 615 долларов если мы просуммируем вот эти вот ну считать мы можем легко да о чем идет речь это друзья наш потенциал это наш потенциал вот а теперь посмотрим сюда посмотрим сюда значит значит смотрите биткоин биткоин часовой график значит я хочу обратить ваше внимание и это друзья очень важный момент поскольку он на первый взгляд не имеет никакого отношения я биржи вот здесь стоят две стрелочки видите значит вот я астрономеролог наверное многие знают да и есть цифры это коды по сути дела это математика чистая поэтому все обучение строится на математических принципах и очень и очень строгом обосновании всех законов которые находятся не на земле об этом я уже много раз говорил поэтому это высшие законы они более серьезные чем земные законы соответственно логично предположить что если мы будем следовать этим законам просто нам будет легче жить они же придуманы сверху верно а к нам они пришли на землю но люди сегодня на земле не соблюдают законы заповеди поэтому им не вдомек что происходит у нас они живут в каждой своем мирку да и заботятся только каждый сам о себе нет такого чтобы о ком-то другом и так далее этого почти никогда не встретишь вот это и есть наша беда к сожалению которая закончится уходом нежелательного населения нет это закон если это конкретные вещи которые всегда были это циклы мы сейчас в таком цикле находимся ничего не проделаешь если мы не захотим конечно изменить себя и так что же это за цифры 66 тысяч да в пределах марчин или в пределах определенного процентного отношения маленькое 1% всего мы находимся от шестидесяти 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 шесть 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 три шестерки это очень серьезное число в библии написано что это число зверя то есть как ни странно совершенно невероятно причем тут сакральная геометрия биржи банальные биржи где дорабатываются деньги а при том оказывается при том что это закон который мы не хотим исполнять в том то и дело вот это вот это и есть обучение не просто как зарабатывать деньги а как вообще то говоря жить всего лишь да и вот три шестерки и вот здесь показана высшая точка биткоина вообще когда которая когда-либо шестьдесят пять тысяч пятьсот то есть в пределах одной тысячи это ноль и одна десятая процента ноль и одна десятая процента и вот мы начинаем лететь вниз что самое интересное вот эти уровни да вот эти вот линии это уровни вот это уровни которые математически доказаны и которые любой любой прошедший школу умножения тем более советскую школу русскую школу элементарно имеет возможность постигнуть но в голове у него нету почему потому что мозги работают совсем в другом направлении ему надо этому человеку создавать оказывается материальные ценности которые ему никогда и ничего не дадут потому что кто-то хочет чтобы он это делал я не говорю что этого делать не нужно просто есть люди которые совсем для других я не говорю о том что это всем нужно делать боже упаси нет но оно работает невероятным образом и любой желающий может это пользоваться этим и так мы приходим точку это возникает на каждом шагу регулярно и вот мы летим вниз мы летим вниз на битхойне летим вниз пробиваем уровни доходим до уровня да и летим летим и вот мы долетели до сюда до куда-то до сюда я убрал здесь все вот это вот это все я убрал и вот мы начинаем май месяц это биткоин май месяц июнь месяц июнь месяц вот это то что я показываю вот начиная с этой точки мы начинаем ползти вверх и мы ползем к уровню смотрите мы не падаем ниже этой точки мы не падаем ниже этой точки мы не падаем ниже этой точки это биткоин который является локомотивом движения всей крипто биржи цифровых денег повторяю забудьте про крипто слово оно вам не надо это цифровые деньги и опять мы доходим не опять а вот этот уровень появился после возникновения вот этого и мы доходим до этого уровня камень претновения уровень который я объясняю как находить этот уровень пробитие уровня ведет к достижению следующего уровня и точкам входа здесь идет уже технический трейдинг и точкам входа на этом уровне это база это база которую я сейчас показываю база построения фундамента свои на которые навешиваются плиты перекрытия когда-то в свое время я занимался этим вопросом поэтому я так сказать объясняю в теме я просто да верно и вы это понимаете да на которые навешиваются плиты перекрытия из которых потом делаются этажи квартиры и так далее и так далее понятно да и мы доходим до следующего уровня цифры то есть линии не придуманные вычисленные строго математические линии вычисленные при пробитии нету вариантов не дойти и тут у нас появляется зона посмотрите когда появляется зона видите зеленка когда она появляется эта зона появилась посмотрите в апреле месяце 13 апреля когда началось падение эта зона у меня уже есть эта зона заранее 51 тысяча в апреле месяце я знаю что мы сюда это камень претновения после пробития которого мы улетим невероятным образом и мне просто даже очень как бы обидно потому что люди этого не видят это вещи очевидные правда только для тех кто это изучали и почему это не пользуется этим для меня загадка ну я могу объяснить я же психолог все же но загадка чисто такая знаете риторическая загадка на которую конечно же есть вопрос и дальше уже мои уровни которые я рассчитываю и главный уровень где я вот тут покупаю лично я покупаю несчастный биткоин который стоит 51 тысячу но у меня есть возможность купить на 51 тысячу но я покупаю в размерах того что у меня есть и жду когда я смотрите с 25 августа я пейшнтли или я жду когда мы придем в эту точку посмотрите друзья 3 сентября я календарь переверну и снова 3 сентября 3 сентября вот где мы сейчас находимся эта точка была определена задолго до этого и мы ровненько пришли в эту точку ровно как говорят тютелька в тютельку о чем идет речь речь идет о очень и очень и очень многом но это технические вещи о которых я не имею права здесь говорить это открытые обзоры иначе ну правила короче таковы которых не мной установлены и не мне же их нарушать вот это ну правило такое так это у нас биткоин теперь у нас есть такая монетка которая называется этериум и мы смотрим этериум здесь совсем все по-другому не буду сейчас показывать это все все и это мои уровни откуда и куда мы придем откуда и куда мы придем ну давайте я уберу чтобы было понятно тогда легче это видеть все просто не хочу показывать свои сетапы с этим поэтому я уберу но потом еще раз нарисовать пример вот смотрите это дневной график вот у нас точка видите 4370 4370 при пробитии определенного уровня этих я обучаю студентов при пробитии определенного уровня я практически со стопроцентной вероятностью знаю куда мы придем и то что мы пробьем это вверх это означает что мы идем на на all-time high all-time high на который прогнозируется больше чем сам bitcoin поскольку потенциала здесь больше ну технологии и платформы и так далее вот то есть гениальный человек которого зовут Виталий который пришел с другого измерения к нам и который мгновенно стал очень и очень и очень богатым человеком но поскольку он пришел из другого измерения друзья то это означает что это человек пришел для каких-то целей и эта цель совсем другая чем мы считаем просто заработать деньги деньги зарабатываются тоже для какой-то цели верно и вот эти деньги которые зарабатываются для какой-то цели и есть плавная А мы видим только внешнюю оболочку этого. Так вот, речь идёт совсем о других вещах. А внутри этого, да, он зарабатывает деньги. Но это не его цель. Так как, допустим, цель тоже не моя уже достаточно давно. Это инструменты, которые нужны для чего-то гораздо большего. Каждый для себя это большее сможет, если захочет, выбросить. Короче говоря, первый уровень – это 4400. Вот он, 4400. Но estimate или оценка движения, будем говорить так, упрощённо. Это индустрия или локомотив, который тянет за собой вагоны, состоящие из, скажем, токенов, из этих монет. Монет – огромное количество. Наша задача – выбрать какую-то определённую монету, которая имеет больше потенциал внутри вот этой целой индустрии. Вот, наша задача – выбрать это. И тогда шансов у нас много. То есть у меня есть несколько плейлистов. Вот, видите, вот это плейлист, да, и у меня их есть много. Видите, какое количество здесь монеток. Вот, и когда я за ними наблюдаю, у меня здесь есть сигналы при превышении каких-то уровней, которые дают мне возможность прогнозировать следующий уровень. Ну, я уже это объяснял. Образно говоря, это всё очень просто. Мы едем на лифте, останавливаемся на этаже, люди выходят. Если он идёт опять вверх, ну, он доедет до следующего этажа, если только не сломается, правильно? Значит, ну, будем считать, что он не сломался, доехал до следующего этажа. А по-другому быть не может. Он не застрянет. Если застрянет, то его пощинят, то он опять поедет дальше, да, верно? Там же люди будут выходить. Соответственным образом, я эти уровни знаю. Я знаю, до какого этажа мы едем. Один, следующий, следующий. Вот так вот уровни при движении вверх я знаю. Точно так же, как и при движении вниз. Если мы идём вниз, то в определённых уровнях мы останавливаемся. И там мы или выходим, или там мы покупаем, или там мы делаем шорт и так далее, и так далее. Ну, это уже, скажем так, стратегия, да? Вот. И вот, где мы находимся сейчас. То есть я уже заранее знаю, куда мы идём и куда мы придём. И, разумеется, даю рекомендации тем людям, которые этого хотят и которые в этом процессе участвуют. Вот. Это два главных, две главные, скажем так, монетки Биткоин и Итера. Дальше. У нас был вопрос по поводу монеты под названием, видите, XRP. Да? У нас был вопрос. Почему давно не было такого? А потому что монета XRP, за которой стоит очень и очень серьёзная технология, она её судит, короче говоря. Почему-то, потому-то. Это не имеет значения, в принципе. Почему? Потому что у меня же уровни-то расчерчивы. Это их пускай судит, пускай она падает, пускай она подымается. Не имеет никакого значения. Есть понятие сакральная геометрия. Она не может не прийти в ту точку, обоснованную законом. Это закон такой, высший закон. Мы не можем не попасть туда. Вопрос времени и когда. Для этого, разумеется, есть следующий вариант. Это временной промежутки. Вот в частности завтра у нас для студентов курса второго потока будет как раз таки временные промежутки и разборы в реальном времени вот этих монеток или там допустим Форекс. Это не имеет значения. Разборы это законы, работающие на всех инструментах. Что самое интересное. Не только на крипте, не только на Форексе, не только на фьючерсах, опционах. Это везде работает. Почему? Законы верхние, высшие. А на Земле мы должны просто их соблюдать, если хотим. И вот здесь я знаю, куда мы придём. И у меня расчерчено. Более того, это для студентов. Учебное пособие. Вот зелёненькая линия, которая проведена. Она, эта зелёненькая линия, проведена давным-давным-давным-давно. Она проведена. Смотрите, где она началась. Она началась, видите, в январе 2021 года. Она началась. Это называется, первое, тренд-лайн. Второе, это называется суппорт-лайн. Видите? И мы попадаем сюда. Видите? Мы должны сюда прийти, к этой линии. Видите? Мы пришли к этой линии. Почему? Раз за разом мы приходим. Смотрите, отскочили вверх. Это прямое действие на покупку, зарабатывание огромных денег, пробитие линий. Это означает селл-шор. И дальше мы идём сюда и оскакиваем, оскакиваем. И эта линия продолжается. А мы уже в июле месяце. Мы уже больше полгода, чем прошли. И мы куда идём? Мы идём к этой линии и пробиваем эту линию. Опять мы её пробиваем. Посмотрите, куда мы её пробиваем. То есть, о чём идёт речь? О покупке. О поскольку мы её пробили. И опять мы пришли к этой линии, которая была в январе месяце проведена. На ваших глазах я же это делаю. И опять мы пошли вверх. Куда мы идём? Вверх мы идём. Какие будут здесь уровни? Ну, это мы можем учиться. Если это стоит. Даже не обучение. А если это стоит группа, где даются сигналы. У нас же есть группа. Там нарисуются графики. И даются входы, и даются выходы. Расскажите мне тогда, почему мы не соблюдаем законы, которые не то что рекомендуются. Их мы обязаны соблюдать. Прежде чем получать. Один из главных законов. Мы должны отдавать. Почему мы хотим всё время на халяву получить? Ну, не работает это. Как вы не понимаете? Не потому, что это Майклу надо или кому-то там ещё. Нет. Это действительно работа, которая... Это нам надо хотеть. Это нам надо хотеть отдавать. Чем больше будем отдавать, тем больше будем получать. Это главнее закон, чем этот технический трейдинг. Понимаете? Это закон намного главнее. Я могу сейчас показать, куда мы придём. У меня звенит сигнал в этом месте. Я знаю уровень, куда. Ну, просто он... Зачем мне сейчас идти? Он стоит на месте, видите? Он не двигается никуда. Зачем мне это делать? Когда у меня есть сигнал извинят. Я могу вам показать ещё, допустим. Вот, допустим, LightCoin. Посмотрите. Посмотрите. LightCoin. Эта стрелка в реальном времени была показана 4 августа. Но я показывал уже эту стрелку. Я говорил, куда мы придём. И вот мои уровни. И вот мы ниже, ниже. Но вот эти акции не показывают вот это движение. Что мы сюда придём. Смотрите. 170. 220. 50 долларов на 170. 50 долларов на 170. Это 30%. 30%. Так. Смотрите. Началось движение здесь. Вот выше этой точки. Когда? Третьего. Вчера. За один день. Вот где мы сейчас находимся. Как вы считаете? Если мы пробьём эту линию, мы пойдём мы выше? Ну, наверное, пробьём. У меня же следующие линии есть. Они уже давно расчерчены. Они уже давно показаны. Это. Вариантов здесь не может быть, чтобы мы туда не дошли. Но для этого первое. Или учиться. Или второе. Ну, как-то входить в группу, в которой, если вы хотите, вы можете принимать участие. Это LTC. Лайт коины, которые являются альтернативой. Почему они и задвигались? А потому что пошло всё вверх. Весь маркет пошёл вверх. То есть здесь нужно знание ещё каких-то других элементов, а не просто технические вещи. Это комбинация того, что я показываю. Правильно? Вот у меня прозвенел сигнал. Я такого... Я за ним не следил. Ну, к примеру, да? A, X, S. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так. A, X, S. Смотрите. Август месяц. 10 долларов. 15, ну, пускай 20, ну, пускай 30. Посмотрите, сколько. 90. Это у нас один день. Это один день. У нас один день. Один час. Посмотрите. 74,93. Но ведь это же элементарно. Вот здесь мы покупаем. В этой точке. Ну, а дальше высчитывается всё очень просто. 30 процентов за один день. Даже если мы на 70 купили, я не говорю про 30, где мы вот здесь должны были покупать. Понимаете? То есть я просто не могу за всеми уследить. Поэтому те люди, которые приходят на обучение, им предлагается принимать участие в процессе образовательном. И участие, скажем, в этих монетках, которые мы можем делать. И за которыми надо следить. Потому что я за всем уследить-то не могу. Правильно? У нас есть, на самом деле, у нас есть люди, которые сами тоже мне дают. И я смотрю это всё. Вот. И... Ну, в чём показывать, собственно говоря, тут есть масса сигналов, которые у нас даются, которые я показываю в телеграм-канале. Вот. Короче говоря, дорогие друзья, ну, что можно сказать? Сейчас время такое. И очень серьёзное, и очень основательное время. Вы понимаете, тут есть моменты интересные, да? А именно. Ну, вот, скажем, деньги, которые современные деньги, фиатные деньги, их называют, да, ну, рубли, доллары, евро. Они будут существовать параллельно. Пока параллельно. Но нет смысла, потому что если появилось что-то новое, на смену что-то старому, и сейчас идёт давление именно в этом направлении, то тогда, по идее, нет смысла, добрый день, нет смысла тогда оставаться со старым, верно? Значит, как минимум, надо пытаться тогда перейти или участвовать в этом направлении точно так же. Ну, я чисто логически рассматриваю, верно? Почему? Но ведь оно же начинает давление идти в эту сторону. То есть, а как по-другому? Расскажите, если по-другому мы не сможем, ну, не будут принимать, скажем, вот эти вот деньги, к которым мы все привыкли. Ну, не будут принимать. То есть, если это началось, для чего-то же это началось, и уж не остановишь, оно так развернулось, так раскрутилось, как это теперь уже остановить? Да никак. Мы это не сможем никак остановить. Это бесполезно. То есть, в этом единственное, что остается, в этом единственное, что остается вариант участия в разных формах. Вот и все. Здесь мы предлагаем разные формы вот этого вот участия. Причем, на мой взгляд, на мой взгляд, смотрите, как удобно, с одной стороны. Ну, вот пишут люди, вот я же говорю, да, пишут люди, вот Елена Смирнова мне сказала, пишут люди и спрашивают, а что делать, если... Угроза увольнения, надо вакцинироваться, а я не хочу вакцинироваться. Ну, если вы хотите там работать, а вы по-другому не сможете, значит, вас уволят. Тогда, ну, я без маски сижу, правильно? А все сидят в масках там. Вот у меня знакомая, она работает в университете, в очень серьезном университете, у нас в Чикаго. Вот. Один из самых известных в Америке университетов. Я, говорит, я не могу жить уже. Ну, почему? Испасирую в маске. Даже если я одна, я обязан быть в маске. Вот, никого там нет. А я все равно сижу в маске. Ну, тяжело сидеть в маске. То есть, тяжело жить в стеклянном кубе. Правильно? Ну, можно, но тяжело. Вот. И какой вариант? Ну, мозги, наверное, переставят свои. Правильно? То есть, выбор-то наш, верно? Ну, или мы делаем и мучаемся. Мы же привыкли мучиться. У нас же система такая. Мы же создаем себе трудности, потом их мужественно преодолеваем. Это русский человек, который так делает. Он привык создавать себе трудности. И привык постоянно преодолевать эти трудности. Я помню в свое время, я приходил, да, разгружать вагоны с моей физухой, да. Ну, 30 лет. Я уже не тогда был, как бы, не такой уж юный, да. И сидят эти лубые американцы сидят. 27-летние, там, 30-летние, да. И смотрят, пришел какой-то шипстик, простите, да, в очках, из книжки, да, интеллигент, понимаете. И начинают грузить и разгружать. И они смотрят, больной, ну, рашен, они, ну, американцы, crazy russians, они их называют, нас, понимаете. Они по-другому все это воспринимают, воспитывают. Мы себе, так сказать, и целенаправленно так, квадратными физиономиями, прям, вот, они как-то более аффилоксибл, я вам хочу сказать. Более гибкие, понимаете. Поэтому, такой вариант есть, есть. Я такой вариант предпочитаю. Поэтому, дорогие друзья, я об этом рассказываю. Всего доброго. Был рад встрече.